Блокаду угодили жители сразу нескольких многоэтажек в Краснолесье. Стараниями строителей здесь теперь образовалась труднопроходимая зона. Кто без кирпича закрыл проезд машинам, выяснял городской дозор. Этот выезд на улицу Краснолесья был единственным для жителей шести домов. Но вот уже год возмущаются автомобилисты, как дорогу перекрыла стройка. Выбраться из дома, рассказывает Татьяна, можно только по этой грунтовой дороге. Здесь всего одна полоса, поэтому постоянные пробки. Это не дорога, это строительная тропинка, по которой мы ездим каждое утро. К тому же жители вынуждены делить единственную дорогу со строителями. Здесь же КамАЗы. КамАЗы нам проезда не дают вообще. Мы проехать не можем. Они с утра круглосуточно работают. КамАЗы ездят в бетонном мешалке постоянно. Сейчас в стороне от дороги началось еще одно строительство. Жители говорят, ездить приходится, словно по стройплощадке. Сейчас с домами это ужас какой-то. Еле ездим. Все машины грязные. Ходить здесь вообще невозможно. Вообще кошмарно. Помимо бездорожья, автомобилисты переживают за свои машины. Поломки здесь, говорят, уже обычное дело. Там вот кучу щебня тогда вывалили. Поехал. Раз на этой куче щебня там накладку снизу оборвало у машины. То есть вот безобразие, конечно. И ходить-то еще негде. Пойдешь так вот пешком без машины. Грязью обольют. В компании застройщики нам поясняют. Объезд площадок по этой дороге согласован с ГИБДД. Тот путь, на который жалуются, предназначен исключительно для строителей. Для жителей недавно проложена еще одна дорога. Но поскольку кто-то убрал указатели, люди путаются и попадают в грязь. Сегодня принято решение выставить дополнительные информационные знаки, объясняющие людям порядок объезда данного участка строительного. Все мы до конца недели установим. Я думаю, что инцидент будет исчерпан. На момент, пока идет строительство, ничего другого компания застройщик предложить не сможет. И только после сдачи домов будет проложена дорога, удовлетворяющая требованиям самых взыскательных автомобилистов. Юрий Шумков, Руслан Шарафуддинов. Городской дозор.